Здравствуйте! Я преподаватель физики Кноп Тамара Ивановна. И я хочу сегодня помочь выполнить обязательно домашнее задание по физике, по теме оптика, тем студентам, которые по какой-либо причине пропустили эту тему. Что из себя представляет это обязательно домашнее задание? Вы получите вот такую карточку. Можно не пытаться ее рассмотреть здесь. Вот здесь на доске более крупно изображено то, что изображено на карточке. Значит, пластина. На пластину падает луч и стоит какая-то цифра. Значит, рядом написано задание, которое вы должны выполнить. Для выполнения этих заданий вам потребуются транспортир, линейки и справочный материал. Справочный материал можно найти в задачнике по физике. Давайте вернемся к рисунку. Значит, для выполнения этого обязательно дававшегося задания, нужно знать закон преломления света. В законе преломления света используются такие понятия, как точка падения луча, угол падения, угол преломления. Давайте рассмотрим, где это. Вот это вот точка падения луча. Для того, чтобы найти угол падения луча, нужно провести перпендикуляр к вот этой вот линии, которая называется граница раздела двух сред. И перпендикуляр должен быть проведен как раз в точке падения луча. Угол между падающим лучом и перпендикуляром называется углом падения. Свет в прозрачной однородной среде распространяется прямо линейно. Но у нас здесь две среды. Вот эта первая, вот эта вторая. И свет, переходя из одной среды в другую, преломляется. Значит, посмотрите, пожалуйста, как пойдет здесь луч. Значит, угол между перпендикуляром и преломленным лучом называется углом преломления. Если бы этой среды не было, то свет распространялся бы прямо линейно. То есть вот так. Посмотрите, пожалуйста, внимательно сюда. Значит, это угол падения. Это угол преломления. Это угол, на который отклонился луч. А как дальше выполнять задание, мы рассмотрим с вами более подробно с помощью презентации. Итак, еще раз. Выполнение обязательно домашнего задания по теме оптика преподавателя Кноп Тамары Ивановны. В начале урока было сказано о том, что обязательно домашнее задание опирается на закон преломления света, который, конечно же, нужно знать. Значит, закон преломления света состоит из двух частей. Первая часть. Вот она. Падающий луч. Посмотрите на рисунок. Вот он, падающий луч. Преломленный луч. Вот он, преломленный луч. И перпендикуляр. Граница раздела двух сред. А восставленные в точке падения луча лежат в одной плоскости. И вторая часть закона. Отношение синуса угла падения. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Вот он, угол падения. Значит, к синусу угла преломления. Вот он, угол преломления. Есть величина постоянная для двух сред. Вот как выглядит вторая часть закона, записанная в виде формулы. Значит, еще раз. Синус угла падения. Это у нас синус угла преломления. А вот и эта величина постоянная для двух сред. Значит, что такое Н1? Это абсолютный показатель преломления первой среды. Н2. Это абсолютный показатель преломления второй среды. А вместе они называются относительный показатель преломления второй среды относительно первой. Итак, вы получили вот такой вот рисунок. Значит, какие данные можно получить из этого рисунка? Можно найти толщину пластины. Толщину пластины. Посмотрите, пожалуйста, вот она пластина. Она нарисована на миллиметровой бумаге, поэтому можно даже без линейки определить толщину пластины. Вот здесь она у нас 4 сантиметра. Значит, что это такое? Это абсолютный показатель преломления именно вот этой вот второй среды. То есть во всех задачах над преломлением света должны быть указаны две среды. Если указана только одна, то считается, что вокруг у нас воздух, а у воздуха абсолютный показатель преломления можно считать равным единице. Итак, найдем угол преломления луча. Значит, посмотрите, пожалуйста. Значит, мы, проведя перпендикуляр к точке падения луча, можем измерить угол падения. Мы его измерили заранее, он у нас получился равным 40 градусов. А вот угол бета, прежде чем построить, мы его должны сначала найти. И, значит, еще раз. Первая среда воздух, ее абсолютный показатель преломления единица. Вторая среда у нас стекло, ее абсолютный показатель преломления полтора. Толщину мы нашли, это 4 сантиметра. Теперь будем искать угол преломления. Для того, чтобы воспользоваться законом преломления, надо уметь пользоваться таблицей синусов. Значит, в таблице синусов каждому углу соответствует какое-то значение синуса. Значит, зная угол, можно по таблице найти синус. А можно, наоборот, зная синус угла, по таблице найти значение самого угла. Посмотрите, какое длинное число. Для удобства. Удобнее нам брать после запятой только две цифры. Но при этом нужно уметь пользоваться правилами округления. Значит, смотрите, мы будем после запятой брать только две цифры. Для того, чтобы воспользоваться правилами округления, нужно посмотреть на третью цифру. И если она меньше 5, то у нас получается то же число, что и было на втором месте. Итак, вот посмотрите, вот, например, это число, записанное в округленном виде, выглядит вот таким вот образом. Здесь тоже. А вот здесь, посмотрите, третья цифра 6. То есть это больше 5. Поэтому по правилу округления вторая цифра будет 1. То есть получается 0,91. Или вот, посмотрите, здесь еще одно число. Значит, не 0,25 по правилам округления, а 0,26. Итак, значит, вот у нас записанный закон преломления света. Нам нужно найти угол преломления. Нам найти значение β нужно. Но сразу мы его не сможем найти. Мы найдем значение синуса β. А затем по таблице синусов найдем значение угла. Значит, перед нами пропорция. Используя свойство пропорции, что вот произведение крайних членов равно произведению средних членов, мы можем записать вот такую вот вещь. И из нее вывести синус β. А затем подставить значение, которое нам известно. Ведь мы же знали угол α, угол падения. Значит, мы запишем значение синуса угла падения. Значит, абсолютный показатель преломления первой среды – единица. Второй – полтора. Если мы это сосчитаем, то узнаем, что синус угла β – это 0,43. И по таблице синусов мы узнаем, что угол преломления у нас равен 25 градусов. Итак, узнаем, на сколько градусов сместится луч. Обратите внимание, пожалуйста, на условия. Мы хотим узнать, на сколько градусов сместится луч. Итак, если бы не вот эта среда, то луч распространялся бы прямолинейно. А из-за того, что он попал в более плотную среду, он преломился. То есть он сместился вот на столько градусов. И вот эту величину мы должны с вами найти. Посмотрите внимательно. Перпендикуляр и вот этот вот луч образуют вертикальные углы. Вот посмотрите, вот один угол, а вот второй угол. Вертикальные углы между собой равны. Значит, для того, чтобы найти вот этот вот угол, надо из угла α вычесть угол β. Угол α мы измерили транспортиром в самом начале выполнения работы. Угол β мы только что нашли в предыдущем задании. И поэтому, чтобы найти α β, нужно просто из 40 вычесть 25, и мы узнаем, что луч сместился на 15 градусов. А вот теперь посмотрите, какое задание. Насколько сместится луч? То есть здесь спрашивается не на сколько градусов, а на какое расстояние он сместится. Посмотрите, пожалуйста, вот так шёл бы луч, если бы он не попал во вторую среду. А проходя сквозь вот эту другую среду, луч дважды преломился вот в этой точке и вот в этой. И вышел параллельный самому себе, но с некоторым смещением. И вот теперь наша задача найти вот это смещение. Итак, значит, первое задание, которое вы должны будете выполнить, вы должны будете найти, насколько сместился луч. Итак, рассмотрим наш чертёж более внимательно. Значит, это у нас угол падения. D – это у нас толщина пластины. β – это угол преломления. L – посмотрите, пожалуйста, это вот эта вот чёрная линия. Называется длина хода луча в пластине. Х – это вот это вот то, что мы должны найти, насколько сместился луч. А вот этот угол мы только что находили. Он показывает, насколько градусов сместился луч. Если вы посмотрите внимательно на рисунок, вы увидите здесь два прямоугольных треугольника. Один чёрный – вот он. А другой вот этот вот красный – вот он. Это прямоугольные треугольники. Итак, сначала в общем разберём, без подсчётов, как мы сможем найти это самое смещение луча. Итак, надо найти угол преломления. Мы уже тренировались и нашли угол преломления. Он равен 25 градусов. Вот угол β равен 25 градусов. Значит, надо знать вот этот угол, то есть на сколько градусов сместился луч. Мы тоже сделали уже это задание и узнали, что луч сместился на 15 градусов. А теперь посмотрите, пожалуйста. Вот мы говорили про два треугольника. Вот этот красный и вот этот чёрный. У этих треугольников есть одна общая сторона L, которая является гипотенузой в этих треугольниках. И вот посмотрите, пожалуйста. Значит, из чёрного треугольника… Сейчас, минуточку, стрелочку найдём. Значит, из чёрного треугольника мы можем записать вот такую вот формулу. Косинус угла β, косинус вот этого угла – это будет D, делённое на L. Так, а смещение мы найдём уже вот из этого треугольника. Вот из этого треугольника. Из этого треугольника видно, что синус вот этого угла – это будет X, делённое на L. Рассмотрим теперь всё подробно. Итак, значит, мы записали, что косинус угла преломления – это есть отношение толщины пластины к длине хода луча. Отсюда найдём длину хода луча. Всё просто. Δ мы измерили, β мы нашли, но есть одна маленькая проблемка. Нам нужно найти косинус β. А таблица, которая у вас имеется в справочном материале, там только синусы углов. Но вы знаете из математики, что косинус любого угла равен синусу 90 минус этот угол. У нас β было равно 25 градусам. Значит, чтобы найти косинус 25 градусов, нужно воспользоваться вот этой формулой. И получается, что косинус 25 градусов равняется синусу 65 градусов. А это вот столько. Подставим наше значение вот в формулу и найдём длину хода луча. Она получилась у нас 4,4 сантиметра. Так, значит, мы теперь будем выполнять непосредственно наше задание – находить смещение луча. Смещение луча – это X. Мы уже объяснили, откуда берётся эта формула. Значит, чтобы найти X, нужно длину хода луча умножить на синус альфа минус бета. Длину хода луча мы только что нашли. Подставим все значения и увидим, что длина хода луча у нас равна 1,14 сантиметра. Посмотрите на наш первоначальный рисунок. Мы выполнили задание. Мы нашли смещение луча. Если вы нашли его правильно, то, приложив вот сюда линейку, вы увидите, что это расстояние равно именно 1,14 сантиметра. Если оно очень сильно отличается от этого значения, посмотрите, не совершили ли вы ошибку. Итак, второе задание. Теперь луч идёт из среды в воздух. Вы помните наш первый рисунок? У нас луч падал вот здесь вот. Из воздуха шёл в среду. А теперь он идёт из среды в воздух. А угол падения прежний. Вы помните, он был 40 градусов. А нам нужно узнать, чему будет равен угол преломления. Значит, посмотрите, у нас тот же самый закон используется. Закон преломления света. Но в чём теперь разница? Теперь у нас первая среда вот эта. То есть, N1 у нас равно 1,5. А воздух теперь у нас вторая среда. И абсолютный показатель преломления воздуха – это единица. Значит, точно так же из формулы закона преломления выводим синус бета, находим значение синуса бета и узнаём, что угол бета, то есть угол преломления, в данном случае у нас получается 74 градуса. А угол падения, вы помните, он был 40 градусов. То есть, мы видим, что угол бета оказался больше, чем угол альфа. То есть, когда свет идёт из воздуха в среду, угол преломления меньше, чем угол падения. А вот если свет идёт из среды в воздух, то угол преломления оказывается больше, чем угол падения. А каким будет угол преломления, если угол падения станет ещё больше? Посмотрите, пожалуйста, на этот рисунок. Значит, здесь у нас свет выходит из более плотной среды. Ну, вот вода, вероятно, в воздух. И мы видим, что лучи преломлённые под большим углом идут, чем падающие лучи. И чем больше угол падения, тем больше становится угол преломления. И наступает такой момент, когда луч не выходит в воздух, а возвращается обратно. И это явление называется явление полного отражения. Посмотрите, пожалуйста, здесь фотография опыта, демонстрирующего явление полного отражения. Вот это вот стеклянная пластина. Стеклянная пластина, мы знаем, прозрачная, да, для света. И поэтому свет, проходя сквозь пластину, должен был бы выйти вот сюда. Но мы видим, что он не выходит, а отражается в обратную сторону. Итак, ещё раз посмотрим. Значит, посмотрите, пожалуйста, вода, воздух. Значит, явление полного отражения возможно только, если луч идёт из более плотной среды в менее плотную. Вот как раз вода у нас более плотная среда, чем воздух. И луч у нас идёт из воды в воздух. И если он падает, ну, даже под любым углом, только не учитывая, что это может быть предельный угол. Значит, угол преломления будет всегда больше, чем угол падения. Но до бесконечности ли может увеличиться этот угол? Вы понимаете, что когда-то наступит такой момент, что угол преломления будет 90 градусов. И если угол падения станет ещё больше, то луч уже не выйдет вот в эту среду, а развернётся обратно. Итак, предельный угол – это такой угол падения, при котором угол преломления равен 90 градусов и наступает явление полного отражения света. Как найти значение этого угла? Посмотрите, перед нами всё та же формула закона преломления света. Только мы сказали, что в данном нашем конкретном случае угол равен 90 градусов. Поэтому мы прямо в формуле подставим, что у нас синус 90 градусов. А синус 90 градусов равен 1. И тогда получается, что вот этот самый предельный угол можно найти вот по этой формуле. А поскольку у нас вторая среда воздух, а у воздуха абсолютный показатель преломления равен 1, то получается вот такая вот формула. То есть синус предельного угла равен 1, делённое на n1. Значит, третье ваше задание будет как раз найти предельный угол для данной среды. Воспользуемся формулой для нахождения предельного угла. И узнаём, что для нашей конкретной среды предельный угол является 42 градуса. Посмотрите, пожалуйста, как будет выглядеть окончательный результат вашего обязательного домашнего задания. Итак, первый рисунок посвящён выполнению первого задания. А вам нужно было найти смещение луча. Посмотрите, пожалуйста, ребята. Все углы здесь отложены по транспортиру. То есть исходные вы измеряли, бета вы нашли и только потом начертили. х вы начертите, а когда вы его найдёте, приложив линейку, у вас должно получиться точно такое же значение. Итак, второе задание. Вы должны были найти угол преломления, если луч под тем же самым углом падения теперь выходит из среды в воздух. И третье задание у вас было. Надо найти предельный угол. Предельный угол, ещё раз, это такой угол падения, при котором угол преломления равен 90 градусов. И вот мы видим, что преломлённый луч не выходит в эту среду. Итак, вы выполнили обязательно домашнее задание. Продолжение следует...